МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской обещательной кампании информационная программа «Объектив» о последних событиях в ближайшее время. Смотрите в выпуске. Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Совета Федерации Эдуард Россель посетил Новоуральск с рабочим визитом. Народные избранники встретились со своими молодыми коллегами из Молодежной Думы, обсуждали дальнейшее взаимодействие депутатов. Сотрудники правоохранительных органов задержали нелегальных мигрантов. Новоуральская обещательная кампания, газета «НЕЕВА» и «Н-Радио» вручили участникам конкурса детского рисунка подарочные календари. Подробности далее. 6 февраля в городе открылся медицинский технопарк биотехнологий. Как сказал глава региона Евгений Куйвышев, Новоуральский технопарк станет основой импортозамещения в сфере производства фармацевтических препаратов не только для Свердловской области, но и для всей страны. А вчера технопарк с рабочим визитом посетил Эдуард Россель, сенатор Совета Федерации от Свердловской области. С подробностями Альбина Бабкова. Эдуард Россель был инициатором создания Уральского фармкластера. И теперь, являясь членом Совета Федерации, продолжает курировать этот вопрос. В понедельник экс-губернатор Свердловской области посетил открывшийся в Новоуральске на прошлой неделе парк биотехнологий, в частности, завод «Медсинтез» сердца Уральского биомедицинского кластера. Он побывал в цехе и лабораториях по производству и испытаниям противовирусного препарата «Триозавирин». Мы занялись таблеточным производством. Вот, и, как мы сейчас докладываем, уже шесть типов лекарств. У нас уже выходит триозавирин, над которым работали мы достаточно долго. Но молекулу, с которой делается триозавирин, она обладает колоссальным потенциалом. На базе ее можно делать очень много лекарств. Поэтому еще вот эта линейка производства лекарств, она еще будет впереди и будут десятки. «Триозавирин» – противовирусный препарат прямого действия. Он устраняет не симптомы, а действует прямо на возбудителя инфекции. Потенциал триозавирина, уверены ученые, до конца не раскрыт. Доказано, что он помогает при 15 видах гриппа и клещевого энцефалита. Препарат успешно прошел полный цикл доклинических исследований и клинических испытаний. Результаты показали, что триозавирин является безопасным и высокоактивным противовирусным препаратом, который потенциально может обеспечить до 30% потребностей российского рынка. В 2014 году триозавирин поступил в продажу в аптеке Уральского региона. «Я знаю, как это было трудно сделать, потому что то, что мы делаем сейчас и за что мы брались тогда, это лет, наверное, уже 15 тому назад, ну это день и ночь, как говорится, но мысли были именно вот такие, что мы когда-то придем вот к такому уровню производства, какой мы имеем сегодня, но это еще тоже даже не полпути, это может быть, ну, одна четвертая, одна пятая часть. А начинали мы с инсулина, потому что в России кто не брался за инсулину, у никого ничего не получалось. Второй момент – это физрастворы, когда я сказал, Александр Петрович, надо заняться, потому что все физрастворы мы везем из-за границы. И сделали физрастворы. Они вообще надо отдать должное Петрову Александру Петровичу и всей службе, Алексею Борисовичу. Все, что я им предсказывал, они все выполняли и правильно делали, потому что я просто профессионально знаю, что делается в России, что надо делать, и вот они слушали меня. Эдуард Россель уверен, уральские лекарства составят значительную конкуренцию зарубежным, а это должно сказаться на цене препаратов. Например, наш инсулин уже начал вытеснять с рынков европейские аналоги. В современных экономических условиях вопросы импортозамещения, создание высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции играют ключевую роль в развитии территории. Эдуард Россель отметил также, что фармацевтика и медицинская промышленность – это одна из точек роста для успешного развития экономики регионов. Работа в этом направлении ведется в Свердловской области давно и успешно. Для этого в регионе есть все необходимое – сильная научно-исследовательская база, действующие современные предприятия. Я рад, что я сегодня видел, потому что продвинулись очень серьезно вперед. Задел сделан крупный. Ну, пройдет, может быть, ну, так я себе думаю, если еще правительство России будет навстречу предпринимать меры, ну, может быть, лет шесть, лет восемь. Мы здесь увидим огромный комбинат по производству лекарств не только для России, а для всего бывшего Советского Союза, да, и даже больше. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Напомним, медицинский технопарк открыл 6 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. В Новоуральске в пятницу он провел практически весь день. В рамках делового визита побывал также в новом детском саду «Жемчужина» в Южном районе, осмотрел объекты городской инфраструктуры, встретился с главой округа Владимиром Машковым, пообщался с депутатами. Городу губернатор пообещал поддержку в развитии и решении социально значимых вопросов. Об итогах визита главы региона смотрите сегодня, сразу после выпуска новостей в программе «Курсив». На заседание Думской комиссии по молодежной политике, прошедшие на днях, пригласили депутатов Молодежной Думы. Старшие коллеги интересовались планами и проектами новоизбранных депутатов, рассказывает Антон Сапогов. В первую очередь депутатов Старшей Думы интересуют те молодежные инициативы, в которых они могли бы оказать помощь и поддержку своим молодым дублерам. Они обсуждали социальные проекты, которые либо уже реализуются, либо активно обсуждаются в Молодежной Думе. На сей раз в центре внимания оказались проблемы сельской молодежи. Дублеры представили три проекта по улучшению условий для проведения досуга молодежи в наших сельских населенных пунктах. Первый из них – в деревне Починок нужно привести в порядок школьный стадион, сделать там нормальное поле для мини-футбола, беговую дорожку и волейбольную площадку. Это название одно, что это стадион. На самом деле это когда-то вспаханное поле, там с травой и так далее стоят ворота из бревен. Ну то есть и реализации, например, тем же сдачам норм ГТО, хотя бы детей подготовить к этим нормам у нас никаких нет. Второй проект – оборудование танцевального класса в сельском клубе «Современник». Эту работу уже начали. Нашли помещение, закупили зеркала. Осталось только приобрести ламинат или паркет для напольного покрытия. Третий проект – творческий и малобюджетный. Ему нужна в большей степени организационная помощь. Молодые депутаты предлагают сделать в сельском клубе постоянно действующую творческую мастерскую, в которой дети занимались бы рукоделием. В принципе, такая работа уже ведется. Новоуральцы проводят выездные мастер-классы для деревенской молодежи. Осталось только найти руководителя в самом селе, чтобы он постоянно этим занимался. На селе очень много своих традиций культурных, которые и мы могли бы поучиться. И если, например, научить определенного человека тому, чтобы он дальше продолжал традицию, то, возможно, уже через полгода не придется туда ездить, но только иногда там на хвосте уже. Депутаты обсудили все предложенные молодежные инициативы, взяли их на карандаш, поставили перед собой и дублерами конкретные задачи и намерены помочь притворить их в жизнь. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Полицейские Новоуральской и сотрудники Федеральной миграционной службы выявили нелегальных мигрантов. Стражи порядка проверили работодателей, использующих труд граждан ближнего зарубежья на предмет законности их пребывания на территории округа. Всего сотрудники УВД проверили 67 человек. В результате составили 11 административных протоколов. Большинство из них касались нарушения особого режима в закрытом административном территориальном образовании. Полицейские сотрудники ФМС проверили также и колхозный рынок. Там задержали 36-летнего азербайджанца, у которого виза закончилась в августе прошлого года. В рамках проведения одного из рейдовых мероприятий участковыми полномочиями города Новорайска на территории рынка, расположенного на улице Бокзальная, выявлен нарушитель миграционного режима. При проверке документов выяснилось, что у гражданина, по данным ФМС, виза закончилась еще в августе 2014 года. Содержанным оказался уроженец республики Азербайджан 1979 года рождения. Ему наложен штраф в размере 2000 рублей, а также контролируемые службы судебных приставов выдворения за пределы Российской Федерации. Рейды полицейские проводили со 2 по 6 февраля в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». На этом работа сотрудников полиции по выявлению нарушений законодательства в сфере миграции не заканчивается. Блюстители порядка продолжат проводить соответствующие проверки. Новоуральская вещательная компания рассказывала об итогах конкурса детского рисунка, объявленного нами совместно с Энрадио и газетой «Ниева» в прошлом году. Мы наградили победителей и вручили им подарки в Театре музыки, драмы и комедии. А на днях преподнесли еще один приятный сюрприз. Победителям – те самые календари, на которых запечатлены рисунки юных новоуральцев. Вот такие красочные календари получили все победители первого городского конкурса детского рисунка. Он вызвал необычайный интерес у городской детворы, а также их родителей, дедушек и бабушек. В пятницу в детской библиотеке журналисты трех СМИ, новоуральской вещательной компании, энрадио и газеты «Ниева» собрали всех победителей, чтобы еще раз поблагодарить участников конкурса за активность и вручить им на память вот такие красочные, еще пахнущие типографской краской календари. Объявляя конкурс, мы даже представить себе не могли, что в результате более 600 новоуральских ребят нарисуют свой мир и расскажут всем нам о том, что для них важно и дорого. Конечно, работы разные, от совсем наивных и трогательных, да вполне профессиональных, глубоких и даже философских. Так Тимофей Осипов нарисовал своих любимых питомцев. Никита Пятов и Лев Давлетов, театральную площадь и индустриальные виды новостроек. А Софья Большакова поделилась своим прекрасным оранжевым настроением. В этот день мы также вручали благодарственные письма нашим коллегам, коллективам театра музыки, драмы и комедии, художественной школы и отдела культуры администрации, завода «Малао» и компании «Принц-сервис». Часть первого тиража творческие коллективы редакции решили передать в детскую библиотеку для награждения участников различных конкурсов. Вторая часть находится в редакции газеты «Неева», где самые активные участники конкурса могут получить их на память. К сожалению, помните, что количество календарей ограничено. Конкурсы детского рисунка, организованные на воуральской вещательной компании, теперь станут традиционными. В конце лета, начале осени, мы объявим новый конкурс творчества, но тему пока сообщать не будем. Однако напомним, что 2015 год проходит под эгидой трех торжественных дат. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 70-летие атомной отрасли России и 70-летие строительного комплекса Новоуральска. Следите за нашими анонсами. С 9 по 16 февраля в Центрах общественного доступа к социально значимой информации в публичной библиотеке пройдет ряд мероприятий в рамках недели «Безопасного Рунета». Это традиционная общероссийская акция, приуроченная к Международному дню безопасного интернета, который отмечается 10 февраля, то есть сегодня. Подробности далее. Мой интернет – моя безопасность. Такова тема первого занятия, прошедшего сегодня, в Международный день безопасности интернета, в публичной библиотеке для всех желающих. Каждый может сделать свой интернет безопаснее. И для этого не нужны непростые решения и крутые меры. Достаточно знать несколько простых правил. Как раз сегодня у нас приглашены пожилые люди, которые только еще знакомятся с интернетом. Сегодня мы впервые зашли в интернет, узнали, что такое адресная строка, как искать информацию. Ну и самое главное, мы сегодня учим их, как правильно, безопасно вести себя в интернете. О том, как важно соблюдать правила безопасности в интернете, о телефонном и интернет-мошенничестве, о самых проверенных и безопасных сайтах. Это, а также многое другое, узнали сегодня гости публичной библиотеки на своем первом занятии. Впереди еще 10 увлекательных занятий. И все, кто пришел сюда сегодня, станут уверенными пользователями сети. Так мало занятий, так много знаем. Правда, право. Вот я ссылаюсь все-таки на людей. которые нас учат. Я вообще-то первый раз с компьютером специально. Это самое. Мне дети поставили, мне компьютер это самое. В общем, поставили свой личный. Вот я хожу, учусь. Что вы для себя хотите найти в интернете? Для чего вам нужно? Ну, просто, как говорится, хочу все знать. К сожалению, полная безопасность в интернете, как, впрочем, и в реальной жизни, труднодостижима. Поэтому главная задача этого праздника, отмечаемого в 110 странах мира, вполне очевидна. Привлечь внимание специалистов, взрослых и детей к проблеме безопасного пользования интернетом и мобильных технологий. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Совсем немного времени осталось до святого для каждого жителя нашей страны дня 9 мая, дня победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. По всей России идет подготовка к юбилейным торжествам в честь этого события. Мы продолжаем рубрику «Бессмертный полк». В ней новоуральцы рассказывают о своих родных, настоящих героях, тех, кто потом и кровью каждый день приближал День Победы. Украинец Василий Федотович Боровой 1927 года рождения был призван в армию уже в самом конце Великой Отечественной войны. Гражданский и воинский долг исполнил в боях с японцами. Отец мой, если награды, есть достойный. Он бил японцев и остался служить во Владивостоке, на острове Русский. Познакомился с матерью, там он, Боровая Анна Емельяновна, которая сама с Красноярского края, с Россией. Вот 7 лет он там отслужил, на острове Русский. И мне вернулся опять на Украину. Ну вот как раз я успел вот эти документы, приезжал в гости до этого пресловутого Майдана, куда они там в Европу собрались. Я собрал остатки документов отца. У него награда Жукова была, орден Жукова. Заставили хоронить. И выбор такой делают. От кого есть ордена, и они говорят, ложи с орденом, одевайте, мы похороним, будут стрелять на память. А если орден вы не похороните, сами хороните, мы не будем финансировать. И вот так по технике народ подгоняли, просто уничтожить память. Отец рассказывал, да, как бил японцев. Только я сам удивлялся, почему такого молодого. Ну, наверное, такой исполнительный был. Как раз вот японцы массовые наступления на остров Русский хотели взять. И вот отец как раз там он, он такой, я не помню, фотографии там были, где-то еще на корабле они. Как я спрашивал отца, говорю. А он говорит, да, я не помню, смеется, говорит. На нас, говорит, поехали, говорит, корабли, говорит. Я, говорит, один, второй, третий, говорит, потопили их, перебили. Про войну рассказывал, на виду видел, что благодаря сплощенности нашей, все-таки народ, когда был более сплощенный, плечом к плечу, все нации вместе. И благодаря этому тормознули. Все-таки японская армия, миллионная армия была, а мы только изыможенные были после войны. С немцами. Все-таки благодаря сплощенности народа, потому что на фотографиях люди были в него, там и с Украины, и с России, он командир орудия был. Как говорится, плечом к плечу. Даже война закончилась, там не очень-то легко было на этом острове русском, но как-то они все были сплощенные люди. Он всю жизнь проработал каменьщиком, бригадиром. Он так и на пенсию ушел. Бригадир каменьщик. Он был работягом. Он с утра до вечера. Что он после работы, он помогал, там вот как все взросли, он ей там жилье, там где-то дачу строили. Вот он все ковырялся. Он чисто строитель был. Строитель высоко не поднялся, простой работяга. Он на пенсию ушел и все равно еще работал дальше. Сколько лет тянуло. Умер он в 2006 году. Да почти 90 лет он прожил. Я бы пожелал отцу, чтобы мягкой земли ему, и чтобы этот памятник не разломали, не дай бог, который он стоит там. В завершении выпуска о погоде на среду 11 февраля. Облачно. Ночью минус 10-11 градусов. Днем 7-8 градусов, ниже нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Спонсором прогноза погоды является болгарская компания «Форт Нокс». Компания «Форт Нокс» приглашает 14 марта за недвижимостью в Болгарию. В случае приобретения недвижимости стоимость поездки возвращается. 34 11 88. Прямо сейчас смотрите программу «Курсив». В ней подробности визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева в наш город. А сразу после эфирного уральской обещательной компании продолжит программа «Раздумья ЖКХ». На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова